Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорс на маяке в студии Светланы Семеркина. Не пугайтесь, это проверка. В Шелябинской области сегодня пройдет проверка системы оповещения населения. С 10 до 14 часов местного времени включат сирены и громкоговорители. А также с 10.43 до 10.44 на экране телевизора в течение одной минуты будет заставка с информационным текстом. С 10.43 до 10.45 через домофонную сеть запустят проверочное речевое сообщение. Услышав звуки электросирены, немедленно включите проводную радиоточку, радиоприемник, FM-вещание, радио «Россия» или телевизор и прослушайте информационное сообщение. Тексты сообщений передаются в течение одной минуты. Стал известен график работы светомузыкального фонтана в парке «Притяжение». Подробное расписание появилось в официальной группе проекта «Притяжение» в социальных сетях. Светомузыкальный фонтан в новом парке будет работать 6 дней в неделю со вторника по воскресенье. По понедельникам он будет выключен для профилактических работ. А что касается светомузыкального шоу, то его можно будет увидеть по пятницам, субботам и воскресеньям с 22 часов. Челябинец заставил крупный банк заплатить штраф за назойливые звонки. Жители позвонили с неизвестного номера и начали рекламировать услуги банка. Мужчина рассердился и обратился в антимонопольную службу. Сказал, что не давал согласия на получение рекламы. При проверке в банке также не смогли показать наличие данного согласия. Банк указал, что сотрудникам была допущена техническая ошибка в одной цифре при наборе телефонного номера. Однако за нарушение требований закона о рекламе Челябинская Уфа с России назначила штраф. Банк выплатил федеральный бюджет штраф в размере 100 тысяч рублей. На пламя Аркаима съедутся реконструкторы со всей страны. В Челябинской области в заповеднике Аркаим 30 июля пройдет шестой фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Заявки на участие прислали более 40 реконструкторских клубов со всей страны. Участниками очередной встречи станут профессиональные археологи, музейные работники, реконструкторы, мастера древних и традиционных технологий. Для гостей подготовили квест, где каждый сможет попробовать себя в древних ремеслах, соткать пояс, сделать наконечник стрелы. А еще в программе «Лучный турнир. Бой на мечах» будут работать столярные, касторезные, кожевенные, музыкальные мастерские. В Ногайбакском районе пройдет парижский полумарафон. Он состоится в шестой раз и объединит любителей вега со всех уголков России. В этом году организаторы планируют, что в парижском полумарафоне примут участие более 2000 человек. Уже сейчас на забег зарегистрировались почти 500 человек из Челябинской, Свердловской, Тюменской, Оренбургской и Омской областей, Башкортостана, Москвы и Московской области, Ямала-Ненецкого автономного округа и других. Парижский полумарафон – это социальный проект, который помогает приобщить к спорту большое количество людей из сельских территорий. Кроме того, парижский полумарафон – это возможность познакомить участников и гостей мероприятия с историей и культурой коренного малочисленного народа. Ногайбаков добавляет инициатор и директор соревнований Светлана Мамедалина. Стоимость участия платная, а все вырученные средства пойдут на ремонт музея села Париж. А в Магнитогорске уже в эти выходные состоится фестиваль моды и музыки «Половодие». Ежегодно организаторы выбирают новую тему фестиваля, которая вдохновляет участников на создание коллекции. Тема этого года – национальное искусство. На оценку жюри свои коллекции представят дизайнеры из Магнитогорска, Челябинска, Оренбурга, Екатеринбурга, Сибая, Тюмени и Санкт-Петербурга. Номинациями фестиваля традиционно станут вечерняя мода, этно, авангард, детская и подростковая одежда, аксессуары, хендмейд, театры мод. Победители и призеры фестиваля получат возможность пройти стажировки у партнерских российских локальных брендов и представителей фэшн-индустрии, где участников ждут лекции по конструированию одежды, курированию дизайнеров, разработка концепции бренда, съемка лукбука коллекции и многое другое. Мероприятие пройдет 23 июля с 18 часов на территории, прилегающей к центральному ходу во дворец спорта имени Рамазанов. Магнитогорский спортсмен стал призером матчевой встречи по академической гребле. Александр Яковлев завоевал две медали на открытом чемпионате Республики Беларусь, сообщает Первый областной. На Брестском грибном канале прошла вторая матчевая встреча между спортсменами России и Беларуси по академической гребле. Две бронзовые медали на соревнованиях завоевал магнитогорский спортсмен Александр Яковлев, сообщает Федерация грибного спорта России. Он пришел к финишу третьим в экипаже двойки парной с Антоном Васиным. С ним же показал аналогичный результат в четверки парной с Иваном Джанджаковым и Максимом Живлаченко. В этих видах программы победителями соревнований стали экипажи из Беларуси. А сейчас о погоде. Сегодня 20 июля в Магнитогорске 27 градусов тепла. Ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»!